4 января 2023 года, Юго-Восток Белоруссии. Я всех приветствую на своем канале. Две недели тому назад мы проводили контрольный осмотр зимовки пчелосемеек. В основном в альпийских ульях. За это время ничего не смотрел. Путем прослушивания проходил все семейки. На этом все дело заканчивалось. Прослушиваю элементарно просто. Вот таким вот незамысловатым приборчиком. Трубочку просунул. Слышно. Все прекрасно. Пчеловоды прекрасно знают, что по гулу семейки улье можно определить качество зимовки, как зимуют пчелки. Ну вот сегодня решил бегло посмотреть семейки, как зимует, где располагается клуб. Посмотрим ту семейку, которую подставлял с нее и начнем корпусок с медком. Так как на тот момент мне показалось, что необходимо пчелкам помочь. Но я думаю, это было преждевременно. Остальные семьи, там где пчелки были клубы рыхлые и более такие оживленные, там больше ничего не делал. Только в одной семье подставлял корпусок. Но не будем затягивать ролик. Сейчас открываем первую семейку, которую подставляли медовый корпусок. И посмотрим, где располагается клуб. Поднялись ли они на корпус с медом или же нет. И теперь смотрим, где располагается клуб наших пчелок. Да, пчелки поднялись на этот медовый корпусок. И занимают они раз, два, три, четыре на пяти улочках. Расположились на медовых рамках. Клуб расположен ближе к задней стенке. Но в альпийцах это вовсе не страшно. Как видим, метка здесь предостаточно. Но все-таки пчелки поднялись на медовый корпус. Вот так они сидит клуб. Закрываем и идем к следующему. То есть в эту семейку, по этому расположению, по наличию кормов, до конца января можно даже и не заглядывать. Смотрим улик рядышком. Если в том улике наличия влаги не было, в этом улике видим немножко капли конденсатика. Но в этом улике корпусок верхний, даже пчелки сюда еще не дошли. Хотя в прошлый раз они сидели вот с этой стороны. Да, вот они сидят и есть. Немножко пониже. И уходят туда, на нижние корпуса. То есть в основном клуб расположается внизу. Наличие вот этого конденсата небольшого капелек, это не критично. Наоборот, влага тоже нужна пчелкам. Как таковой сырости такой сильной нет. А это все в пределах нормы. Переходим к небольшому отводу. Вот в этом улике небольшой отводок, уже поздний. Здесь на 250-м корпусе. Открываем и смотрим. Здесь в прошлый раз пчелки были довольно-таки активные. Они сейчас здесь более оживленные. Но место расположения сидят в том же положении. Кто-то говорил, нету кормов. Вот сбоку, если действительно пчеловод, можете видеть, что запечатанный корм и метку тут вполне предостаточно. Хотя небольшой отводочек, но пока они сидят немножко активные, но сидят довольно-таки хорошо. Хотя в таких малых отводках потребление корма намного больше, чем в сильных хороших семьях. Но по кормам здесь даже пока не стоите заморачиваться. Переходим еще в один. Здесь в прошлый раз сидел клуб тоже под верхом. Так они и остались здесь сидеть. Здесь немножко по краю плесень. Но клуб сидит, в принципе, пчелки спокойные. Сбоку, не поднимая рамок, можем видеть, что вот еще запечатанный медочек. То есть по кормам здесь даже не стоит и заморачиваться пока. Закрываем и переходим к следующему. Но по краю, по краям немножко плесень есть, хотя на рамках и везде даже нет никакого конденсата. То есть здесь в районе гнездо все сухенько. Ну, плесень от того, что корпуса со временем получились вот такие вот рассыхания и так далее. Здесь небольшие зазорчики. Доска в ульях. В этих альпийцах 25. Но по прошлому году они перезимовали без проблем. И поэтому вот это же самое осталось. Но после года использования уликов получились вот такие вот небольшие где-то зазоры. Но на зиму купцовок особое влияние это не оказывает. Переходим еще к одному улику. Прошлый раз в этом улике тоже клуб был размещен в самом верху. Так же они сидят и сейчас. Пару пчелок вылезло. Здесь отверстие вырезал для подкормки пчелок. Кормовку устанавливал. Так оно осталось здесь как вентиляционное. Пару пчелочек протиснулось. Конденсата, как видим, здесь никакого нет. Сухенько. И пчелки сидят. Клубу. Вот таким вот образом. Наличие метка, как можно видеть, по краю. Вот видно здесь на рамочке. Присутствует и здесь тоже самое. То есть наличие корма, как мне говорили, отдельные диванные комментаторы, что отсутствие кормов, то я вас уверяю, что по кормам у них все тип-топ. И в эту семейку пока ничего подставлять даже не буду. То есть здесь все нормально и зимуют пчелки прекрасно. До конца января можно даже сюда и не дергаться. Вот наглядно посмотрели. Пять альпийцев, расположение клубов, как пчелки сидят, наличие кормов. Все мы видим картину реальная. Значит, весь ютуб гудит ранними, новогодними облетами пчелок. Даже в нашем регионе смотрел я канал в соседнем районе у Михаила. У него облеты прошли. У меня ни в одном улике облетов никаких не было вообще. Пчелки зимуют в штатном режиме и никаких ранних облетов. Даже при наличии теплой погоды пчелки не вылетали. То есть зимовка у них проходит спокойно и они продолжают зимовать. Несмотря на перепады температурные. Первого, второго, третьего сегодня еще день. Более-менее, вот видите, небо чистое, солнышко. Первого числа там было порядка 12 градусов тепла. Второго, там тоже там 10-12 было. Сегодня у нас где-то 5-8 градусов. Но подул уже немножко прохладный ветерочек. Поэтому воздух вроде такой морозный. Подсушило, влага ушла. До этого было оттепель дожди. Ну, такая картина по зимовке. Ну да, еще глянем уже восьмирамочник под пленкой. Заодно, как сидят здесь. Ну, вот расположение клуба восьмирамочнике. То есть пчелки сидят практически еще около передней стенки. Далее корму, как можете видеть, там предостаточно. Клуб заканчивается. Если вот так вот смотреть по рамкам. Ну, вот он идет. Вот, около передней стенки практически сидят пчелки. То есть по кормам потребление корма минимальное к этому времени. И до задней стенки им еще далеко. В улике сухо. Никакой плесени, никакой влажности. То есть все у них идет в штатном режиме. Не будем выветривать. Ну, вот так вот бегло посмотрели. Мы сделали контрольный осмотр наших пшелок-семеек. В Доданы я даже пока еще не заглядывал. На даче уже, наверное, недели 2-3, наверное, не был. Там не слушал. Последний раз, когда был, прослушал пшелок, но не смотрел. Но Доданы не скрывал, потому что все они на потолочинах. И пока пшелок я не тревожил. То есть прослушал. Гудят, зимуют, все нормально. По кормам там, в принципе, я спокоен. Там корму предостаточно. Так что бессмысленно туда лишний раз лазить и тревозить пшелок. Ну, а здесь под пленкой смотреть хорошо. Приоткрыл, посмотрел, закрыл. Красота. Вот такая вот картина. Я думаю, в следующий раз подождем еще немножко времени. Может, к концу января, там, феврале. Посмотрим положение дел. Вот до данных все-таки. Откроем потолочинки. И посмотрим. Вот такой вот беглый осмотр. Так что, друзья, оставляем свои комментарии, вопросы, пожелания. Всем хорошей дозимовки пшелкам. Еще осталось зимовать, грубо говоря. Еще даже и половину времени, грубо, третью часть прозимовали. Ноябрь, декабрь, еще январь, февраль, март. Ну, и апрель. Как там будет погода. Хотя, по прогнозам смотрел, даже в апреле там еще будет погодка. Небольшие плюсы с начала месяца. Но уже нормально такое потепление пойдет только после 20-х чисел. Там уже порядка 15-20 градусов тепла будет. Ну, а январь, с пятницы у нас обещают морозчики там 12-15, несколько дней. Ну, а потом такая средняя температура, небольшой стабильный морозец там 6-8. Ну, и плюс-минус туда днем где-то мороз падает. Температура поднимается. Ну, где-то вот так. Все, друзья. Всем до скорой встречи. Всем добра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok